Мы продолжаем читать наставления святого Антония Великого из первого тома Добротолюбия. И в прошлый раз, напомню, мы говорили о стяжании святого Духа как полноте Царства Божьего, дарованного человеку и возможность вхождения в это Царство Божье человеку дана уже здесь и сейчас, но за это нужно заплатить некую цену. Об этом мы еще не раз будем говорить, читая и Антония Великого и других святых отцов, а пока обратимся к размышлениям святого Антония по поводу действия благодати Духа Божьего в человеке. Вот 16 параграф из наставлений. Думаю, пишет святой Антоний Великий, что благодать Духа Божья скорее исполняет тех, которые от всего сердца вступают на подвиг и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать место врагу, ни в какой брани пока не победят его. Впрочем, Дух Святый, призвавший их, сначала все делает для них удобным, чтобы усладить таким образом вступление в подвиг покаяния, а потом показывает им пути Его во всей истине притрудности. Помогая им во всем, Он впечатлеет в них, какие нести труды покаяния и полагает им пределы и образ, как в отношении к телу, так и в отношении к душе, пока не приведет их к совершеннейшему обращению к Богу, Творцу Своему. Для этого Он постоянно возбуждает их к тому, чтобы приутруждать и тело свое, и душу, дабы то и другое, равно осветившись, равно соделались достойными и наследие жизни вечной. Антоний свидетельствует, что каждый откликнувшийся на призыв Божий поначалу чувствует некую легкость, утешительность своего отклика, своего послушания этому зову. Этот сам образ ответа на зов, он взят из евангельских притч, скажем, о званых на браке или слова Иисуса Христа, много званных, то есть позванных, но мало избранных. Этот же образ используется и в известной притче о сеятеле. Человек отзывается, Бог его зовет к себе, и человек отзывается и устремляется в путь. Любой устремляющийся в путь должен знать, что его ждут искушения. Любой человек, приступающий к окрещению, любой человек, который собирается вступить в монашество, любой человек, который хочет стать священником, да и вообще человек, собирающийся исполнить волю Божью, который услышал призвание свое к какому-то роду деятельности, к какому-то поприщу, к какому-то делу, он должен знать, что его ждет на этом пути искушения. Даже человек, который вступает в брак и стоит с возлюбленной своей невестой в церкви в таинстве брака, и счастлив, и бодр, и просит Бога благословить и сделать неразрушимым союз их душ и тел, и он должен знать, что то, что он начинает, то дело, то изъявление его сердца и воли, оно приведет его к искушениям. Они обязательно будут. Само распятие, сам Христос, висящий на кресте, свидетельствующий о своем распятии в каждом храме, в каждом слове и священное писание, постоянно свидетельствующий о том, что он был распят, внутренне хотя бы подготавливает каждого человека к тому, что его ждут искушения, испытания, и без этого никто никогда не сможет ничего достичь истинного и хоть как-то предваряющего Царства Божия. Никаким образом он не сможет даже сохранить дарованную благодать, а не то, что возрасти в ней. Но это все потом. А пока человек, когда человек только откликается на призыв Божий, когда только выступает в поприще, обозначенное ему Богом, указанное ему Богом, вот это выступление, оно всегда воспринимается человеком утешительно, как утешение, как радость. Вот человек зашел в храм первый раз, зашел, разумеется, потому что некуда больше идти, зашел, потому что послышал некое дуновение в собственном сердце, зовущее, ну зайди ко мне, сын, дочь, я жду тебя. Ведь человек, просто отдавшись этой интуиции, бежит в храм, и первое, на что попадают его глаза, икону Пресвятой Богородицы или распятие Спасителя, он падает перед ним на колени и плачет, и плачет, выплакивая свою боль, обиду, горе, неудачи, и выплакавшись, уходит утешен. Он еще не знает, что он выплакался, и не знает, что он утешен. Это он потом будет об этом размышлять. Сейчас он просто спокоен. Он даже не понял, что он забежал домой к отцу, и отец, как и всякий, его утешил. Это он тоже поймет потом. Но первый опыт прикосновения к Богу принес ему утешение и радость. Человек, который первый раз становится на келейную молитву с искренним порывом помолиться Богу, молится легко, непринужденно, сладко и не может остановиться. И это ему хочется почитать, и это хочется почитать. Он еще почти не понимает читаемых слов, но сердце его трепещет и поет от того, что он молится Богу. Или человек, который искренне, созрев, приходит на исповедь для того, чтобы действительно, непринужденно, не потому что так надо, не потому что надо, так порекомендовали в больнице, или для того, чтобы какое-нибудь дело было успешно. Просто потому, что он устал жить со своим грешным сердцем и измученной совестью. И он идет, чтобы очистить свое сердце. И он полон решимости выскоблить оттуда все зло, всю гниль, весь гной, который там накопился, и безжалостно себя распинает на исповеди и уходит утешенно. Он еще даже не понимает, что он получил утешение. Для него кажется, что так и должно быть. Он же облегчил совесть. И он еще не знает, что это не будет повторяться каждый раз, даже тогда, когда он искренне хочет очистить свою совесть. Что все это временные вещи. Это он потом с опытом поймет. Но каждый человек по зову Божья, приступающий к какому-то делу, переживает сладость и утешение. Так мудро и осторожно действует Дух Святый с человеком. Потом он открывает путь искушений и труда. И мало-помалу как бы утяжеляет путь. Как на тренировках к человеку. Сначала одну трудность, потом другую трудность. Сначала он должен просто бегать 100 метров, потом 200, потом километр, потом 3, потом 5, потом с грузом. Все с большим и большим. Все с большей и большей тягостью. В худших условиях. С большей напряженностью. И так человек становится действительно способным преодолеть большие нагрузки. И вот так же и благодать Божия. Не сразу, но мало-помалу вводит человека и в путь испытаний и искушений. Для того, чтобы преодолевая эти искушения, человеческая воля укреплялась. Чтобы человек все более осознанно и более решительно избирал для себя служение Богу. Вот об этом пишет Антоний Великий в следующем своем параграфе, в 17. Изводя на подвигающегося Дух Божий, призвавший его к покаянию, подает ему и свои утешения, научает его не возвращаться вспять и не приепляться ни к чему из вещей мира сего. Для этого он открывает очи души и дает ей узреть красоту чистоты, достигаемую трудами покаяния. И через то возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом, так чтобы оба стали одно по чистоте. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святаго. Чтобы очистить их совершенно и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения, истребив в них все, примешанное завистью дьявола, так чтобы не оставалось в них ничего вражеского. Тогда тело станет во всем покорствовать велению ума, который будет властно определять его в пище, и питье, и в сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святаго, по примеру апостола Павла, умершлять и порабощать тело свое. Вот, то есть все усилия Святаго Духа, водящего душу во искушение, направлено на то, чтобы человек совершенно очистился. А совершенное очищение приходит с одной стороны, только всецелым отречением от всего небожьего в самом себе. А это отречение и происходит тогда, когда человек встречается с трудностями. Ведь трудность то и обозначает, что хочется остановиться на пути к Богу, хочется отвлечься в сторону, хочется вернуться вспять, хочется расслабиться, хочется сделать не то, что я решил, когда выступал на путь, ведущий к Богу. И вот в этом и состоит трудность. И преодолевая эту трудность, я укрепляю волю свою в стремлении к Богу и отрекаюсь от того, что не есть, не срастворено любовью к Богу. А раз я отрекся от чего-то мешающего любить Богу, раз отрезал себя от чего-то, стоящего между мной и Богом, то вот на это отречение и глубже, полнее становится в человеке жизнь Святаго Духа. И это благодать Святаго Духа в ответ на отречение и очищает и освящает человека и делает его сердце все более и более объятым пламенем любви к Богу. В 19-м параграфе, продолжая эту тему, Антоний пишет. Впрочем, если человек вооружится терпением и неуклонную верностью заповедям, которые от Бога, то Дух Святый научит его ум, как очистить душу и тело от таких движений. Если же он расслабнет, когда чувством и попустит в себе небрежение о слышанных им заповедях и повелениях, то духи злые начнут одолевать его, насядут на весь состав тела и станут сквернить его тем движением до того, что измученная душа не будет знать, куда деваться, не видя в отчаянии, откуда бы пришла к ней какая-нибудь помощь. И только после того, как она, отрезвившись, станет снова на сторону заповедей и восприявши их иго, предаст себя Духу Божьему, снова исполняется она спасительным настроением, тогда-то познает она, что покоя должна она искать единственно в Боге и что только таким образом возможен для нее мир. Ясно из этого замечания, что небрежность в соблюдении заповедей, некая мелочь, равнодушие, да неважно, да я сейчас успокоюсь и подумаю о теле, о тленном, о земном, а не о небесном. Не о заповедях, не о том, что ради Бога. Это пустяки, это можно. И эта небрежность приводит к тому, что человек попадает в борьбу. Не потому, что духи злобы сильнее, его не конечно сильнее, но их воля не может ничего сделать с человеком, пока человек своей волей не поддержит их злую волю, не согласится с их устремленностью. И именно его небрежность, воля, уклонившаяся от стремления к единому Богу, приведет к тому, что человек сам против себя воздвигает борьбу. Поэтому апостол Иаков и пишет, что человек искушается только собственной похотью, никем больше он не искушается. И в этом борьбе, борьбе, он может будет пребывать до тех пор, пока совершенно не отринет ту небрежность, ту маленькую любовь, которая поначалу привела к такой борьбе. И скажет, нет Господи, я отрекаюсь от этого раз навсегда. Больше никогда это не станет между мной и тобой. Больше никогда это моя слабость, страсть, прихоть, моя любвишка не заслонит тебя от меня. Я больше никогда этим не увлекусь. И когда человек обретает вновь решимость отдалеть, отринуть все вот эти прихоти и похоти свои, борьба прекращается. И он снова обретает силу по благодати Святаго Духа идти к Богу. В прочитанном уже 16 параграфе есть и замечательное указание Антония Великого о том, что Дух учит человека и правильному отношению к своему телу. И это правильное отношение к своему телу он обозначает глаголом «приутруждать». Для этого Дух постоянно возбуждает их тому, чтобы приутруждать и тело свое, и душу, дабы и то, и другое равно осветившись, равно соделались достойными и наследие жизни вечной. «Приутруждать тело постоянным постом, трудом, частыми бдениями, а душу, духовными упражнениями и тщанием во всех служениях и послушаниях, совершаемых через тело. Об этом, чтобы ничего не делать небрежно, а все с отчаянием и страхом Божьим, надобно стараться при всяком телесно совершаемом деле, если желаем, чтобы оно было плодоносно». Почему человек должен приутруждать свое тело? Потому что тело ищет покоя. Оно больше ничего не ищет. По-настоящему тело ищет, вот именно, как бы кто это ни понимал, но в сущности, и каждого это свое представление, но тело ищет покоя. Тело ищет, чтобы ему было хорошо. И этим стремлением к покою тело крадет у сердца любовь от Бога к самому себе. То есть, сердце человеческое отрывается от любви к Богу и погружается в любовь к телу. Человек начинает любить свое тело, заботиться о нем. Он ищет покоя для своего тела. Он ищет утешение для своего тела. И ищет утешение для своего тела именно здесь, погружаясь в настоящее, в тленное, погружаясь в мир. И по мере погружения в это тленное сегодняшнее стремление к небесному постепенно увядает. Именно поэтому Христос и предупреждает, например, не забудьте, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Одеться этого всего ищут язычники. Вы же ищите Царство Божье. А Бог знает, что вы имеете в нужду в этом, и это все приложится к вам. То есть человек призывается этими словами Христа думать только о небесном, доверив Богу попечения о телесном. Или вторые слова Иисуса Христа о том, что где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если все сокровища человека становятся здесь, в телесном упокоении, то и сердце его становится всецело здесь. И в небесном, в Царстве Божьем, в грядущем, в вечном он не видит для себя никакой радости. Он не то, что даже представить себе этой радости не может. Он представлять ее не хочет. У него все радости здесь и сейчас. Вот как пишет об этом святый Антоний в 30-м параграфе своего наставления. Кто от всего сердца не возымеет ненависти к тому, что свойственно вещественной земной плоти, и ко всем ее движениям и действиям, и ума своего не восторгнет горе к Отцу всех, тот не может получить спасение. Кто же сделает это, над трудами того милосердится Господь и дарует Ему невидимый и невещественный огонь, который попалит все находящиеся в нем страсти и совершенно очистит ум Его, тогда возобитает в нем Дух Господа нашего Иисуса Христа и прибудет с Ним, научая Его поклонению Отцу Достодолжному. Но пока мы услаждаемся в вещественной плоти своей, да то ли врагами бываем Богу и ангелом Его и всем святым, умоляю же вас именем Господа нашего Иисуса Христа, не не родите о жизни вашей и о спасении вашим, не попустите этому времени мгновенному похитить у вас вечности, которой конца нет. Не допустите этому телу плотиному лишить вас царства цветов, беспредельного и неизреченного. Истинно смущается душа моя и дух мой цепенеет от того, что когда нам свобода дана, чтобы избирать и делать дела святых, мы, опьянившись страстьми, подобно пьяным от вина, не хотим умов своих воздвигнуть ввысь и взыскать высшей славы, не хотим подражать деяниям святых или последовать стопам их, чтобы, сделавшись наследниками дел их, получить вместе с ними и наследие вечно. То есть для святого Антония Великого ненависть к естественному упокоению есть своего рода краеугольный камень аскитики. Только эта ненависть к вещественному, ненависть к плоти, ненависть к тленному, приходящему, и то, что с этим связано, только оно дает человеку благодать святого духа. Только возненавидение всего тленного, всего плотского и вещественного приводит к тому, что человеку дается дух. Только ненависть к этому и отречение от всего вещественного и плотиного дает человеку свободу от всего этого вещественного и плотиного. Как апостол говорит о том, что Христос избавил нас от вещественных начал мира, но это освобождение от вещественных начал мира происходит только тогда, когда человек действительно отрекается от этих самых вещественных начал мира. И здесь нет, скажем, какой-то исключительности или, скажем, ригористичности святого Антония как представителя египетского монашествующего отшельничества. Потому что эта категоричность звучит в Евангелии. Кто хочет быть моим учеником, отвергни, возьми крест и следуй за мной, отвергни себя. Христос говорит, что нужно возненавидеть саму душу свою, и только тот может стать учеником. И отвергнуть все, даже самого себя, нужно только по слову Иисуса Христа, только тогда возненавидеть саму душу свою, только тот может быть христовым учеником. То есть это не есть, скажем, некая пунктик египетского монашества. Это полнота вмещения слов евангельских. Вот это и есть первенствующие монашеские общины, святые отцы этого века. Для них монашество было просто христианством. Это и было евангельским христианством, не было каким-то особым родом христианства. А это было именно дерзновенной попыткой, удачной попыткой исполнить всю полноту евангельского свидетельства. Конечно, скептик, ну вот я сказал, что для святого Антония ненависть к вещественным, плотяным, плотским началам и стремлениям, и импульсам есть краеугольный камень аскетики. И скептик может заметить и скажет, что, ну это не совсем правильно, ведь краеугольным камнем жизни христианина должна быть вера. Вера, а отнюдь не отречения, но на самом деле отречения от себя, от тленного ради нетленного, от временного ради вечного, ради воли Божьей. Это ведь и есть подлинная вера, это и есть дело веры. Вера и свидетельствует нам, что мы родились от Духа. А если мы родились от Духа, то не можем уже жить так, как рожденные от плоти. Ведь вера и свидетельствует нам всей нашей жизнью, должна свидетельствовать, что мы рожденные от Бога и должны жить, как дети Божьи, ради Бога, по воле Бога, для Бога, всю жизнь определяет только Словом Божьим. Как искушение в пустыне, которое испытал Христов, Христос, когда был в пустыне, будучи изведенный туда Духом. Ведь когда Он взалкал на сороковой день, важно же понимать, что Он ведь не есть захотел. Он есть захотел давно, это все было пройдено. Он умирал от голода, потому что Он не ел ничего. И в этот момент приходит к Нему Сатана и говорит, что повели этим камням стать хлебами, не мясом, не какими-то пышностями. Он не просто есть хотел, как ходят люди на 8, 9, 10 день голода, мечтая о чем-нибудь изысканном. Он умирал, и Он должен был спасти себя хоть кусочком хлеба, но Он отрекается от пищи, как основание своей жизни, говоря, Словом Божьим живет человек. Вот и это и есть вера. Именно в этом она и проявляется, когда мы понимаем, что отныне мы должны, должны жить иначе. Иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok